Опавшие листья, неминуемый атрибут осени, с одной стороны дают школьникам рабочий материал для поделок, для фотографов новые идеи, а с другой стороны могут стать проблемой для коммунальщиков. Мы решили разобраться, так ли необходимо их убирать. В городе, например, очень много, ну как сказать, вредных выбросов, которые накапливаются листьями, и таким образом деревья даже сбрасывают вот эти вредные вещества посредством вот этих вот листьев. Еще одна причина, почему в городе стоит убирать листья, возможные болезни деревьев. Если растения заражены или на них есть вредители, то отпавшей листвы никакой пользы не будет. Наоборот, она может стать источником заражения на следующий год. С точки зрения дорожного движения, безопасность, вот прогнивший лист, если он будет на асфальте, это 100% при торможении, тормозной путь увеличивается, уже опасно. Тем самым, да, ливневые колодцы забиваются. Мы считаем, что в черте города листья надо убирать. Специалисты сошлись во мнении, что в городской черте и вдоль трасс листья убирать нужно. В сельской же местности и возле частных домов, если их оставить, то они могут улучшить структуру почвы и стать неким удобрением. Во-первых, это мульча для корней. Не так пересыхает почва и не так забивается. В общем, больше пользы, чем вреда. В течение года они превращаются в перегной листовой. Ну, некоторые листья быстрее перегнивают, некоторые дольше. Вот, например, дуб, орех, он дольше перегнивает. То лучше оставлять. Но орех, если под орехом что-то растет, то орехы очень токсичные такие вот вещества, поэтому под орехом почти ничего не растет. Если что-то посажено под орехом, то нужно лист убирать. К слову, у спецзеленстроя среди прочих услуг есть и вывоз растительных и древесных отходов. Так что, если вы живете в частном секторе и не знаете, куда деть опавшие листья, то вам могут помочь от них избавиться. Напоминаю, что сжигательству запрещено. Это не только обратит здоровью человека и окружающей среде, но и влечет за собой штраф в размере от 10 до 30 РУМЗП.